здравствуйте ребят сегодня у нас вторая часть повествования о группе дефлеппорт в прошлой программе я обещал вам рассказать о фильме hysteria за дефлеппорт story фильм истерия признаюсь в юности я вообще не знал о существовании такого музыкального коллектива как дефлеппорт с такой необыкновенной и будуражащей историей но теперь просмотрев фильм с удовольствием исправлю свои ошибки ссылку на этот фильм мне дал один приятель и признаюсь я так засмотрелся что забыл о всех своих делах и планах эта картина рассказывает о том как можно стать всемирно известным только захотите ли вы этого сами просмотрев данную картину узнав сколько всего выпало на роль чуть ли не каждого участника команды начинается фильм с небольшого отрывка молодой парень симпатичной девушкой курнули за рулем после чего первого потянуло показать насколько он крут подрезавшему его водителю действие заканчивается автомобильной катастрофой после этой не очень приятной заставки мы выйдем наконец саму картину не стану описывать даже вкратце потому что интересно по-своему каждая деталь фильма но суть такова рабочий завода мечтает о своей рок-группе и случайная встреча с одним гитаристом в корне изменила его судьбу удается набрать участников получилось сделать первый рывок и тут начинаются первые трудности вот ударная фраза из фильма может кто-то на нас наколдовал чтобы у нас ничего не вышло конец цитаты любите ли вы рок-музыку знаете ли вы этот музыкальный коллектив все это не имеет никакого значения я бы порекомендовал смотреть этот фильм всем не в зависимости от возраста пола и музыкальных предпочтений ведь это поистине шедевр история группы которая смогла выстоять и стать легендой кстати актеров подобрали очень талантливых и похожих на настоящих участников группы до слез задела история стива кларка а уж мужество река аллена вообще неописуемо барабанщик с одной рукой который до сих пор составе группы любая начинающая рок-группа уверена что когда-нибудь сможет завоевать мир но в действительности это удел избранных счастливчиков что нужно для этого чтобы стать идолами для миллионов хороший материал который зацепит как искушенного меломана так и обыкновенного подростка с улицы отличный продюсер с отменной интуицией практичный и честный менеджер стопроцентная сыгранность и безошибочная музыкальная техника эффектное и броское концертное шоу и самое главное беззаветная вера в то что ты делаешь у ребят из группы дефлеппорт все это было пятерым паренькам из провинциального шеффилда создавший свой ансамбль и в конце семидесятых удалось сделать свою реальную мечту теперь их имена знает каждый поклонник рок-музыки джо эллиот рик сэв сэвэйдж стив кларк рик эллен и фил коллен и за славу как известно нужно платить дефлеппорт заплатили за свое место в истории самую высокую цену которую можно себе представить и так вам ребят предстоит увидеть настоящую историю настоящей рок-группы историю группы который играет самый знаменитый в мире однорукий барабанщик историю группы которую постигла такое количество несчастье которое не выпадало на долю ни одного коллектива урок истории истории группы которая смогла выстоять и стать легендой а а а ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Cool woman, cool eyes You got me with more ties So head down, get rid of them Start installing And you're bitching I rock steady Still shaking I'm ready for the taking So make me move You're by your feet And get ready for The back seat Let it roll Let it roll Let it go Let it go You got it Let it roll Let it roll Yeah, just let it go Slow it down Hold on You're too fast You're too strong Take it easy Take it slow Make it less Don't let go The one body Is one way You're not leaving Come on, stay So get down On your knees And let me know You're in it to please Let it roll Yeah Let it roll Let it Let it go Let it go You got it Let it roll Come on Let it roll Yeah, just let it go Let it roll Let it roll Let it go Let it roll Let it roll Let it roll Субтитры сделал DimaTorzok 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 Прежде чем приступить с того места, на котором мы остановились, давайте-ка заглянем на наши результаты еженедельной рубрики «На засыпку». В прошлый раз я задавал вам вопрос, как настоящее имя Джин Симонса из группы ТИС. И вот такие были варианты ответов. Вариант А. Задемон. Вариант Б. Витц Кондрат. Вариант В. Хайм Витц. Вариант Г. Вейтсман Хайм. Вариант Д. Шиба Хайм. Вариант Е. Ураза Байрам. Во всех этих многочисленных созвучиях вы, ребят, я так понял, растерялись, а все же правильный ответ Хайм Витц, а не Ураза Байрам и не Джин Симонс. А Задемон, кстати, тоже звучал в ответах. Ничто иное, как сценический псевдоним. Вот такие итоги минувшей недели. Ну, ничего, ребят, вы не отчаивайтесь, а давайте-ка поудобнее устраивайтесь. Начнем. Сегодня вопрос будет так же прост, как стихи группы Келтик Фрост. Как первоначально группа Ван Хеллен называлась? Вариант А. Джина. Вариант Б. Джедай. Вариант В. Дженезис. Вариант Г. Джулиет. Вариант Д. Джови. Примечание. Бон Джови здесь не имеется в виду. Ну, а пока вы думаете, гадаете и правильные ответы называете, мы начнем повествование с альбома Хистерия, на котором и остановились в прошлый раз. Итак, материал альбома безупречен. И даже нет смысла перечислять все вещи. Можно добавить только одно, что они являются ритмичными боевичками с более веселым настроем. Что еще бросается в глаза? Так это тот момент, что альбом на самом деле грустный и даже депрессивный. Он полностью оправдывает свое название. Хотя и странно это слышать от группы, играющей не столь тяжелую музыку. Но это так. Хотя и услышать это сможет не каждый. В общем-то, это уже не совсем хэви-метал, а скорее мелодичный хард-рок с элементами глэма. Джо Эллиот стал петь гораздо мягче, а не а-ля Брайан Джонсон из ACDC, как раньше. Кроме того, несколько композиций имеют довольно большую по меркам подобной музыки продолжительности, около 6 минут. Лучшими темами являются, конечно, Вумен, полная разных звуковых эффектов, запоминающимися рифом и припевом под отличный гитарный рев, который является вокальным пересказом первых глав Библии Love Beats. Баллада о таком трудном чувстве, как любовь к припеву, становящаяся энергичнее и тяжелее, с эффектной атмосферой и пропущенным через фильтр эдаким роботоподобным голосом в начале и в конце. Гоутс Оуа – пацифического содержания, с отличным рифингом, который начинается со звуком, напоминающимся что-то шотландское и заканчивающимся соло по звути сражения, слышны даже вертолеты и несколько голосов, ведущих диалог. Неплохо также звучит Рокет, который начинается со звуков запуска ротеты, с интересным ритмическим рисунком ударных, особенно в середине, под приглушенный и отривистый хор, вероятно, иллюстрирующих космический полет. В общем, перечислять можно долго. Все песни хороши в той мере, какими должны быть хард-роковые вещи в мейнстримовом ключе, с непременной лирикой на тему любви и секса. В принципе, какая еще другая тема может способствовать коммерческому успеху? В меру хардовая, в меру мелодичная. Композиция Animal, в которой говорится о нашем родстве с животными в плане сексуального инстинкта. Вот ее-то, пожалуй, мы сейчас и послушаем. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Дима Торзок 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 Дикая поездка по каменистой земле поется в этой композиции Такая жажда жизни, цирк приезжает в город, мы голодные На молниеносный рейд, так же бежит река, как огонь нуждается в пламени Ох, я весь горю, я должен чувствовать это в моей крови Мне нужны твои прикосновения, мне не нужна твоя любовь И я хочу, и мне нужно, и я жажду, потому что я животное И я хочу, и мне нужно, и я жажду Волк-одиночка воет, как учащенное сердцебиение в колдовской час Я убегу с ветром, тень в пыли С этим альбомом The Flappard, сами того не зная Ребята создали кардинально новый жанр, авангардный поп-метал Это не Motley Crue или Poison, это свой собственный стиль Стиль The Flappard Woman, первый трек, мелодичнейший припев, который запоминается с первого раза И за ним следуют такие же здоровские композиции В меру культово, в меру тяжело, в меру забойно И, конечно, вокал Джо в этой музыкальной палитре подошел четко Многие считают, что данный альбом никакого отношения к хэви не имеет Однако, ничуть не портит его Успех группы Великобритании привел к номинации на премию Брит Эвертс в категории «Лучшая британская группа» В октябре 1988 года баллада «Love Beat This» достигла вершины чарта «Билборд» «Горячие сотки» В поддержку альбома The Flappard организовали 14-месячный тур, который закончился «Memorial Arena» в Сиэтле в октябре 1988 года Любопытно, что никому из пролетарских героев феномена Известного как «New Wave of British Heavy Metal» Не удалось звучать так стопроцентно по-американски Как шеффилским парням из The Flappard Что, собственно, и позволило им продать за время своей карьеры более 100 миллионов дисков Две пластинки «Пиромания» 1983 и «Хистерия» Являются одними из самых успешных в истории релизов в рок-жанре Кстати, в настоящее время гитарист The Flappard Фил Коллин выпустил мемуары По словам вокалиста Джо Эллиота The Flappard, когда дебютировали с альбомом «On Child the Night» в 1980 году Не ожидали, что пик популярности этой команды придется на 1984 и 1989 года Когда вышли их платиновые альбомы «Пиромания» и «Хистерия» Синглы с диска «Хистерия» оказались наиболее успешными за всю их карьеру В 1995 году они были занесены в Книгу рекордов Гиннеса как единственные исполнители Выступавшие на трех континентах в течение одних суток Лондон, Деркулесовая пещера и Ванкувер А мы слушаем песню «Women». В ней поется вот что В самом начале Бог создал землю, затем Он создал воду и существ Потом Он создал мужчину, Он был рожден со страстью, любовью и ненавистью Беспокойный дух, нуждающийся в паре Но там было что-то упущено, что-то утеряно Он пришел с ответом Бог ему дал частичку любви, частичку свободы, частичку леди, частичку ребячества Я дам тебе женщину, много прекрасных женщин И вот в саду началась похоть Животный инстинкт, распутный мужчина А она утолила его голод с аппетитом И переполненный эмоциями он взял кусочек ее Кожа к коже И пусть любовь начинается Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок Дима Торзок Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА После альбома Hysteria, группа приступила к работе над своим пятым альбомом, в надежде избежать еще одного длительного перерыва. Алкоголизм Стива Кларка усугубился до такой степени, что он постоянно то появлялся, то исчезал из центра реабилитации. Запись сессии для нового альбома The Flappard была под постоянной угрозой из-за отсутствия Кларка. И тогда решили ребята дать Стиву 6-месячный отпуск из группы. Стив Кларк умер от смеси наркотиков и алкоголя в январе 91-го года в своем доме в Лондоне. Это стало большим ударом для всех поклонников группы The Flappard и ее участников. Это было последним концертом Стива Кларка с группой. Остальные участники группы впоследствии рассказали, что они потратили немало времени, пытаясь отучить Стива от его самоуничтожающего образа жизни. Остальные члены The Flappard решили продолжать работу над альбомом. В итоге он был закончен вчетвером. Фил Коллин играл за двоих, подражая стилю игры Кларка. Стив Кларк умер. И пластинку закончили и выпустили без него. Но вот теперь, когда подоспела пора всемирных гастролей, пустующее место надо заполнить новым бойцом. Известно было, что наиболее вероятный кандидат это Вивиан Кэмпбелл. Хотя и другой блестящий гитарист Эдриан Смит из Iron Maiden приходил в The Flappard на репетицию и тоже играл с ними. «Когда мы взялись за почти невозможную задачу замены Стива Кларка», – сказал певец Джо Эллиот, – «требования к новому гитаристу были простыми. Нам нужен был музыкант с английским паспортом, с хорошей гитарой, с приличным голосом и добродушным характером. Все эти качества у Вивиана Кэмпбелла превзошли все наши ожидания. Мы нашли прекрасного музыканта, великолепного песца, добродушнейшего человека, у которого, к тому же, не один, а целых два паспорта – английский и ирландский. Ну, что еще надо?» Пятый альбом назывался «Адреналис», был выпущен в марте 92-го года. Данный альбом стал альбомом номер один в чартах Великобритании и США. Первый сингл «Let's Get Rocket» мгновенно стал хитом, затем команда The Flappard записала на него видеоклип в 92-м году, который сразу же попал на MTV Video Music Evers, где он номинирован на «Лучшее видео года». Кстати, название песни «Let's Get Rocket» можно перевести следующим образом. «Давай зажигать». «Ты хочешь зажечь? Давай, давай зажигать», поется в данной песне. «Я твой обычный ежедневный ребенок. Сейчас их не делать ничего. Собственно, вот что я делаю. У меня есть миллион способов, чтобы сделать мой день. Но отец не согласен, потому что, когда я пытаюсь уйти, он говорит, что у него есть планы на меня. Тащи свою задницу из кровати. Перестань надоедать мне. Вставай и встряхни свою сонную голову. Не трогай меня». Он говорит «Подстриги газон». «Кто? Я? Погуляй с собакой. Не в моем стиле, чувак. Выброси мусор. Не, не сегодня. Уберись в комнате». «Да ладно, серьезно». «Извини, папа, я должен исчезнуть. Давай зажигать в другом месте». «Семь выходных в неделю. Тусоваться всю ночь. И под конец держись крепче. Это не займет минуту. Это не займет много времени. Так что пойдем. Давай же. Давай зажигай. Слушаем». «До Субтитры сделал DimaTorzok 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 Дэйва Дилмора из Pink Floyd. И я назвал бы эту вещь отличной, но она по крайней мере отличается от всего остального. В том же 92 году последовало мировое турне с бывшим детаристом группы Dio и Whitesnake Вивиан Кэмпбеллом, который был принят на место Стива Кларка. Среди детаристов, которые были прослушаны, были также Эдриан Смит, Джон Сайкс и Гэри Хоуи. В 90-х популярность The Flappard начала оказывать влияние появление альтернативного рока, в том числе Гранж. Так появился в 93 году альбом Retroactive, очередной опус от коммерческих металлистов из The Flappard. На данном диске представлены редкие и неиздаваемые ранее композиции команды, записанные в разное время. Несмотря на то, что релиз не является полноценным новым материалом, он рассматривается как студийная работа. Первое, что бросается в глаза, это увеличенная доза мрачности и депрессивности, как в утяжелившейся музыке, так и в более злобном и отчаянном вокале. Не побоюсь сказать, что это одна из мощнейших работ команды, именно в плане стандартной ритм-секции и чистых соло. Музыка так и просится наружу из динамиков. Сороватый, игрохочущий, но упорядоченный звук чем-то напоминает ранние работы команды. Вот только атмосфера здесь более угнетающая, что является несомненным плюсом. И вот вам яркий пример. Композиция Ring of Fire. Кольцо огня. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует... 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 When love and... Продолжение следует... 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 I wanna be... Я хочу быть... Продолжение следует... 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 When... Продолжение следует... 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 И это... Продолжение следует... 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 Продолжение следует...